Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Как избежать ошибок при подаче документов на регистрацию прав? В чем специфика проведения процедур по разделу собственности и отчуждению доли? И почему они требуют особого внимания? Об этом мы говорим сегодня и в нашей студии заместитель начальника отдела управления Росреестра по Самарской области Павел Найдовский. Ваших вопросов ждем по телефону 202 11 22. Звоните. Здравствуйте, Павел Евгеньевич. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Скажите, пожалуйста, расскажите об основных функциях Росреестра. В вашу организацию нужно обращаться в каких случаях? Когда? На самом деле функции, а прежде всего это полномочия, Росреестра довольно-таки обширны. Основные направления деятельности это, конечно же, регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Также предоставление сведений из Единого государственного реестра прав. Из Единого государственного реестра прав, да. Кроме того, одно из таких существенных направлений деятельности это государственный земельный надзор. Ну и ряд иных полномочий, которые определены положением Росреестра, и, как я уже сказал, их перечень довольно обширенна. Скажите, пожалуйста, какие документы составляют основной перечень при регистрации прав? Вот обычно люди думают, что это все такой трудоемкий процесс, нужно очень много документов, очень много кабинетов пройти и так далее. Вот основной перечень какой? Ну, на самом деле, на сегодняшний день процесс регистрации довольно-таки серьезно упрощен. Фактически, можно говорить о том, что основным документом, который должен представить заявитель, это правоустанавливающий документ. Перечень таких документов определен законом о государственной регистрации, статьей 17. К ним относятся договоры, к ним относятся акты уполномоченных органов, судебные решения и иные документы, на основании которых у заявителя, соответственно, возникает право собственности на объект недвижимого имущества. Вот, в общем-то, это основной документ, который должен был быть представлен заявитель. Ну и, соответственно, подано заявление о государственной регистрации. Ну, есть перечень, и, наверное, люди не всегда подают сразу все документы, так скажем, в полном порядке и в полном комплекте. Вот, чаще всего, что забывают? На что нужно обратить внимание? Да, здесь, наверное, я бы сказал о тех ситуациях, когда для совершения сделки необходимо получение согласия третьих лиц. Вот, наверное, это наиболее часто встречающиеся случаи, когда не представляют такого рода согласия. Здесь мы можем говорить о отчуждении объекта недвижимого имущества, находящегося в общей совместной собственности супругов. То есть, в данном случае необходимо получение согласия второго супруга на отчуждение объекта. Здесь мы можем говорить о непредставлении в ряде случаев документов, подтверждающих о согласии органов опеки и попечительства, когда вовлекается в объект сделка, принадлежащий несовершеннолетнему. Здесь мы также можем говорить о непредставлении документов, подтверждающих, в случае, если отчуждается доля в праве на объект недвижимого имущества постороннему лицу, то есть не сособственнику. Зачастую не представляют документы, подтверждающие отказ сособственника от приобретения доли, поскольку он имеет преимущественное право в данном случае на его приобретение. Либо не представляют документы, подтверждающие заблаговременные уведомления сособственника о продаже этой доли на определенных договоре условиях. Вот если уже дело дошло до регистрации прав на жилье при покупке, вот что в первую очередь нужно сделать заявителю? Ну, здесь мы постоянно говорим о том, что когда речь идет о приобретении либо продаже недвижимого имущества, то, конечно, это очень серьезное мероприятие, и к нему нужно относиться очень серьезно. Как говорится, если предупрежден, то вооружен. И поэтому мы всегда советуем при совершении сделки с недвижимым имуществом максимально выяснить максимальный объем информации и получить о том объекте, который вы приобретаете. При этом я бы рекомендовал получить эту информацию непосредственно при подаче заявления о государственной регистрации перехода права собственности. Потому что зачастую бывает так, что люди ограничиваются лишь тем свидетельством, которым было представлено. То есть берут информацию об объекте, о правообладателе свидетельства. На самом деле, сведения, которые содержат свидетельство, оно актуальное на момент проведения регистрации, на момент выдачи этого свидетельства. При этом оно может быть датировано год назад, два или еще более поздней датой. И поэтому относиться к этому свидетельству нужно несколько настороженно. Здесь, как я уже говорил, нужно максимально получить информацию. Это сделать на сегодняшний день довольно-таки просто. Нужно запросить выписку из Единого государственного реестра прав на объект. В этой выписке вы увидите, есть ли какие-либо запреты на отчуждение этого объекта. И, соответственно, если непосредственно перед обращением в управление вы увидите из выписки, что есть какой-то арест, то вы понимаете, обращаться с заявлением о регистрации, заключать этот договор до снятия ареста бессмысленно. Потому что регистрация проведена быть не может. Кроме того, из этой выписки вы можете получить информацию, что, например, право собственности на объект оспаривается в судебном порядке. Либо прежний правообладатель этого объекта внес в реестр запись о возражении относительно зарегистрированного права актуального собственника. Например, если имеется спор судебный, то эта информация не будет являться препятствием для проведения регистрации перехода права собственности. Но, тем не менее, вы, как покупатель, увидев ее, вы должны задуматься, готовы ли приобрести объект, на который претендует какое-то третье лицо. Неизвестно, чем эта судебная разбирательница закончится. И неизвестно, соответственно, останется ли этот объект у вас в последствии. Поэтому я бы, конечно, порекомендовал задуматься. Я бы такой объект покупать не стал. Конечно. А вот эту выписку как получить? Во-первых, где? И это платная услуга или бесплатная? Да, это услуга платная. Ее можно получить двумя способами. Это непосредственно при обращении в управление Росреестра по Самарской области, при обращении в МФЦ, а также можно обратиться в кадастровую палату за предоставление выписки из ЕГРП. Кроме того, данная выписка может быть представлена посредством обращения к порталу госуслуги, а также на сайте Росреестра. Что касается платы, то если выписка запрашивается непосредственно в офисах, то плата составляет 200 рублей. Если в электронном виде, то плата за предоставление таких сведений в электронном виде составляет 150 рублей. Уже экономия есть. Да, сроки на сегодняшний день, такие сведения представляются в течение трех дней. Но здесь бы я хотел обратить внимание, что, например, если сведения запрашиваются в МФЦ, ну практически во всех МФЦ на территории Самарской области, в большинстве случаев, во всяком случае в Самаре, в Новокубешевске и во многих других муниципальных образованиях, такая выписка представляется в течение одного дня. То есть довольно-таки быстро можно получить сведения и быть, скажем так, вооруженным. Конечно, потому что ситуации бывают разные. Допустим, очень срочно нужно провести эту сделку и так далее. Тогда дни вот эти будут решающими, один или три и так далее. И еще бы я вот здесь рекомендовал заявителям запрашивать в таких случаях выписку не только об объекте, но и выписку о регистрации перехода права собственности. Что это такое? В этом документе, да, вы увидите всех правообладателей объекта, когда они были этими собственниками объекта и когда осуществлена регистрация перехода права собственности. А почему мы рекомендуем получить такую выписку? Дело в том, что не всегда, но зачастую, когда имущество приобретено, либо отчуждено у законного правообладателя какими-то неправомерными способами, мошенниками, то они, как правило, пытаются создать, скажем так, ареол добросовестного приобретателя последнего и в этой связи заключают несколько сделок. Как правило, эти сделки имеют очень небольшой промежуток времени и идут подряд. И вот в этом случае, конечно же, если вы из выписки увидите, что накануне приобретения вами жилья несколько отчуждений произошло за очень короткий период времени, то здесь тоже нужно как минимум задуматься. Вот, например, из практики, я буквально сегодня, ну, по родосводительности, мне приходится работать в том числе с исковыми заявлениями, которые приходят к нам в управление. И вот я сегодня читал как раз исковое заявление, когда гражданин обратился в суд, мотивируя тем, что имущество квартиры выбыло из его собственности помимо его воли. Он как бы говорил о поддельной доверенности. Как раз в последующем было три отчуждения в течение двух месяцев. То есть, ну, понятно, что это были какие-то, скорее всего, фиктивные сделки, но тем не менее, вот как раз эта ситуация ярко подтверждает те доводы, о которых мы говорим, что действительно вот это отчуждение, которое идет подряд, оно может говорить как раз о некой нечистой, скажем так, квартире. Вот еще только попрошу вас пояснить, что такое отчуждение? Ну, мы говорим в данном случае о продаже. Да, что вот это за продажа квартиры. То есть, произошла продажа, потому что вот у меня с этим словом совершенно другие ассоциации. Я хочу сказать вам, что к нам поступают первые вопросы от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните, еще есть время. Михаил Васильевич, мы платили деньги, нанимали риэлтора и стали оформлять землю с домом. И сделали это неправильно. Что нам теперь делать, кому обратиться, чтобы оформить и дом, и землю правильно и законно? Волжский район, село Тарновое. Вот если ошибка какая-то произошла, или что значит неправильно? Ну, во-первых, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, о чем идет речь. Оформлено ли это имущество, почему неправильно? Может быть, речь идет о какой-то технической ошибке, то тогда, соответственно, она исправляется в установленном порядке на основании заявления. Вот ему что сейчас, куда пойти, что сделать? Ну, я бы порекомендовал, если есть действительно какая-то проблемная, сложная ситуация, обратиться, наверное, к нам на прием. Можно, вот, соответственно, получить информацию уже более детальную. Потому что я, на самом деле, не в виде документов, мне очень сложно порекомендовать какой-то... Да, мы лично тоже принимаем. А есть у вас координаты? Это координаты и телефон, допустим. Координаты, да. Мы можем сказать, телефон управления Росреестра по Самарской области 339-17-20. Вот по этому телефону, в принципе, гражданин может позвонить, озвучить интересующие вопросы. Ему, соответственно, будет рекомендовано обратиться в какой-то конкретно профильный отдел. Если речь идет о земле, ну, наверное, отдела регистрации прав на земельный участок. Если имеет место какое-либо судебное разбирательство, то, соответственно, наверное, в отдел судебной защиты. Поэтому у нас все начальники отделов еженедельно осуществляют прием заявителей. И, соответственно, можно с своей проблемой обратиться и уже более детально обсудить непосредственно уже в управлении. Повторю еще раз телефон 339-17-20. Запишите. Вот такие процедуры еще существуют при проведении регистрации прав, когда делят, при разделе земельного участка. Вот что это за процедура? Кто делит земельные участки? На что нужно обратить внимание? И какая специфика? Потому что, когда делится что-то, да, очень много вот из жизненных таких ситуаций, конфликтных может быть, и конфликтов, и непонимания, и так далее. Да, на самом деле, один из способов как раз образования земельного участка – это его раздел. Как вы правильно заметили, очень часто бывает этот раздел не всегда осуществляется мирным путем. Это часто происходит в том числе в судебном порядке, когда между собственниками земельного участка, которые осуществляют раздел, существуют определенные недопонимания друг друга. И, соответственно, раздел осуществляется в судебном порядке. Проблема на практике заключается в том, что действующее законодательство содержит однозначное требование о том, что в случае раздела земельного участка регистрация права на все вновь образованные земельные участки должна осуществляться одновременно. Для чего необходима подача соответствующего заявления собственникам. То есть в данном случае, если мы имеем земельный участок, находящийся в собственности у двух лиц, ну, возьмем самую простую ситуацию, делится он на два земельных участка, и, соответственно, они оба должны прийти и подать заявление о регистрации на вновь образованные земельные участки. Но если раздел осуществляется в судебном порядке, имеется какой-то спор, то не всегда стороны идут друг к другу навстречу. И зачастую, на самом деле, получив такое решение о разделе земельного участка, зарегистрировать это право довольно-таки проблематично. Вот это на практике, на самом деле, встречается очень часто именно в отношении земельных участков. Вот здесь я бы порекомендовал выход из этой ситуации какой. Дело в том, что образование, преобразование земельного участка возможно не только посредством раздела, но и выдела. Дело в том, что, может быть, для обывателя это не имеет значения, но с точки зрения законодательства это все-таки принципиальная разница. Почему? Даже вот исходя из той ситуации, которую я описал по разделу, если, например, ставить вопрос в суде о выделе земельного участка, то земельный участок, из которого осуществляется выдел, сохраняется в измененных границах. И вы, как лицо, по инициативе которого осуществили выдел своей доли, вправе самостоятельно, не трогая лицо, с кем у вас там происходит судебное разбирательство и определенное недопонимание, пойти, обратиться и зарегистрировать право собственности на выделенный земельный участок. Поэтому, если у вас предстоит судебное разбирательство такого рода, я бы рекомендовал, скажем так, защищать свои права именно путем требования о выделе земельного участка, что позволит вам впоследствии безболезненно зарегистрировать право в случае получения положительного решения. Да, вот это очень ценная информация. Действительно. А вот процедура отчуждения доли имеет что-то общее с выделом? Ну, это совершенно другое, но здесь также возникают проблемные ситуации. Я уже о них говорил, что одни из проблемных вопросов, которые встречаются, это как раз при отчуждении доли постороннему лицу, то есть не сособственнику. Дело в том, что в соответствии с действующим законодательством сособственник имеет преимущественное право приобретения этой доли на условиях, на которых она отчуждается. И в этой связи действующим законодательством предусмотрено, что при как раз продаже доли постороннему лицу на регистрацию в обязательном порядке должны быть представлены документы, подтверждающие отказ сособственника от ее приобретения, либо должны быть представлены документы, подтверждающие надлежащее его извещение за месяц о продаже доли на условиях, которые определены в договоре. Вот здесь зачастую также, исходя из, ну, как мы понимаем, какой-то конфликтной ситуации между сособственниками, не все идут навстречу и не дают, например, отказ. Хотя они сами ее, понятно, не хотят приобретать, но тем не менее, дабы не создавать легкости для сособственника, соответственно, не идут на то, чтобы получить, например, нотариуса, оформить отказ от приобретения этой доли, либо это можно сделать непосредственно в управлении Росреестром. В этом случае у лица, который продает долю, появляется возможность известить его посредством почтового направления. Вот здесь хотим обратить внимание, что для цели государственной регистрации необходимо, чтобы были представлены такие документы, которые однозначно подтверждали, что сособственнику была направлена информация именно о продаже доли и что он получил эту информацию. То есть сам факт направления какого-то письма, какого мы не знаем, не будет достаточно для того, чтобы, скажем так, провести регистрацию перехода права собственности в данном случае. Вот здесь вот возникает как раз проблемная ситуация у сособственника. Понятно. Следующий вопрос от Светланы Юрьевны. Двухкомнатная квартира. В общей доле собственности я совладелец одной четвертой, дочь одна четвертая, сына одна вторая. Мой сын продает третьему лицу одну вторую квартиры. Я согласия не давала. Сделку мое зарегистрировали. И на каком основании? Светлана Юрьевна. Вот явно конфликтная ситуация, когда не сообщили или вот не согласие. Не очень тоже как бы понятно, но тем не менее согласие однозначно получать нужно. Но, вернее не согласие, а отказ. Согласие, кстати, получать не нужно. Нужно, мы говорим для цели регистрации, как раз отказ от приобретения этой доли. При этом, если сособственник возражает от продажи, в принципе, это не влияет на процесс регистрации. Потому что он имеет право купить эту долю. Но при этом, если он ее не хочет купить, то он, скажем так, повлиять на возможность ее отчуждения другому лицу сособственником не может. Так, а что же делать? Тогда вот как вот, если не согласна вот собственница? Ну, дело в том, что собственник вот одной второй доли, он, скажем так, такой же собственник и обладает определенными правомочиями, в том числе и по распоряжению этим имуществом. Да. Вот, поэтому запретить ему продавать эту одну вторую, конечно же, она никаким образом не может. Она лишь может купить эту долю на тех же условиях, на которых он ее продает. А уже для цели регистрации, как я уже сказал, нужно либо получение отказа, либо надлежащее уведомление сособственника о продаже этой доли. То есть у нее даже в суд обратиться нет оснований, да? Ну, она, конечно, может обратиться в суд, но я просто не вижу каких-либо оснований, да. Если она действительно готова была приобрести, вот она говорит, что отчуждение произошло, то есть продажа этой доли, и она действительно готова ее купить на тех же условиях, то она может обратиться в суд. И здесь, кстати, законодательство очень серьезно защищает права второго сособственника. Здесь она может обратиться в суд для того, чтобы суд вынес решение о переходе на нее сразу этого права собственности. Понятно. То есть права-то ее защищены, но, скажем так, запретить продажу другому лицу она не может. Да. Следующий вопрос. Отец 10 лет назад купил дом с участком, часть участка не оформлена. Отец умер. И как нам теперь детям оформить права на неоформленный участок? Такие ситуации, конечно, тоже встречаются. Конечно, встречаются здесь, если участок, скажем так, наследодателю не принадлежал на праве собственности, либо на праве по жизни наследового владения, то, конечно же, он в наследственную массу не входит, и оформить, скажем так, его по наследству они не могут. Здесь существует действующий порядок, то есть земельный кодекс. В обычном порядке, в заявительном обращаются уполномоченный орган с заявлением о предоставлении этого земельного участка. То есть каких-либо иных оснований для, скажем так, закрепления прав в связи с тем, что этот земельный участок никогда, насколько я понимаю из вопроса, не принадлежал наследодателю, у них на сегодняшний день не имеется. Обращаться за предоставлением в установленном порядке земельного участка. Вот есть такая услуга еще у вас, заявление на снятие запрета о регистрации без личного присутствия. Что нужно сделать? Чем она ценна, эта услуга? В каких случаях нужно ей воспользоваться? И как, собственно говоря, это сделать? Да, действительно, на сегодняшний день законодательством предусмотрена возможность собственникам подачи такого заявления, где в случае внесения таких сведений регистрация перехода права в собственность без личного участия правообладателя будет невозможна. Для чего это нужно? Вот как раз ту ситуацию, которую я описывал, судебный спор, который на сегодняшний день имеет место быть, и где было несколько отчуждений, там как раз собственник в обосновании своих требований ссылается на то, что переход права от него произошел на основании поддельной доверенности. То есть вот если бы, например, в реестр им была внесена такая запись, то по доверенности зарегистрировать переход права в собственность будет невозможно. Ему только непосредственно, лично, собственнику необходимо будет прийти и подать заявление, либо предварительно снять такого рода заявление уже после выписывать кому-то доверенность на отчуждение. А есть такие документы, которые не имеют права требовать сотрудники Росреестра, когда подаешь на право оформления собственности? Да, на сегодняшний день, как я уже говорил, процесс регистрации на самом деле очень упростился. На сегодняшний день очень активно как раз внедряется процесс взаимодействия между государственными органами. И если в общем сказать, то заявители могут не представлять документы, которые находятся в распоряжении иных государственных органов или муниципальных органов. В этом случае мы самостоятельно в пределах тех сроков, которые установлены для государственной регистрации прав, запрашиваем необходимые сведения и получаем их. Но об этом нужно сообщать, что вот такой-то документ там-то, да, получается? Нет, зачем? Мы понимаем, дело в том, что когда обращается заявитель с заявлением о государственной регистрации, исходя из основания, исходя из объекта, мы понимаем, о чем идет речь. То есть, если, например, речь идет о вновь созданном объекте недвижимого имущества, мы из кадастро-паспорта увидим сведения кадастро, что он создан и никаких прав на него еще не было зарегистрировано, то мы понимаем, что основанием данного случая для регистрации является акт ввода в эксплуатацию. И, соответственно, мы в этом случае направляем запросы в органы местного самоправления для того, чтобы нам представили, соответственно, акт ввода в эксплуатацию объекта, право на которое заявлено к регистрации. Кстати, если мы говорим об акте ввода эксплуатации, то закон о регистрации прямо указывает, что этот документ у заявителя не запрашивается, а мы его получаем самостоятельно. К таким документам можно отнести также кадастровые паспорта. То есть это, мы понимаем, один из самых необходимых документов для государственной регистрации, поскольку он свидетельствует о том объекте, о том, что этот объект существует и право на него как раз подлежит государственной регистрации. Тоже на сегодняшний день приставлять кадастровые паспорта не требуется, поскольку мы самостоятельно запрашиваем эти документы у органа кадастрового учета. Понятно. Следующий вопрос. В двух долях квартира один из собственников отказался от выкупа доли. Имеет ли право собственник подарить свою долю третьему лицу? Вот ту ситуацию, о которой я говорил, о необходимости представления отказа от приобретения права собственности, вернее доли отчуждаемой, либо уведомления надлежащие второго со собственника, она касается только ситуации, когда речь идет о продаже доли. Если речь идет о подарении, то никаких отказов и получения согласия не требуется. То есть дарить возможно без, скажем так, получения отказа. Ну мы понимаем, что если речь идет о подарке, то, соответственно, я как собственник могу подарить как со собственнику, так и иному лицу. Поэтому получить какие-то согласия здесь отсутствует необходимость. Следующий вопрос. Нам отказали в регистрации на землю, поскольку на архивном экземпляре есть гербовая печать, а на моем нет. Что делать и куда мне обратиться? Я так понимаю, речь идет о земельном участке, я так понимаю, и о свидетельстве о праве, видимо, собственности, которое выдавалось до 98. Гербовая печать на архивном есть, а на моем нет. Насколько вот эта вот печать имеет большое значение? В любом случае при регистрации права собственности дается оценка представленным документам на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства. То есть если документ в обязательном порядке должен содержать печать, подписи и так далее, то, соответственно, при отсутствии такой информации, печати или подписи, он принят на государственную регистрацию быть не может. Если речь идет в данном случае о ранее возникшем праве, насколько я понимаю, в земельном участке, то, наверное, на мой взгляд, есть основания для обращения в суд с исковым заявлением о признании права собственности. И уже суд в рамках своих компетенций даст оценку тем документам, которые имеются как в архиве, так и у заявителя, документам, на основании которых выдавалось это свидетельство, если оно действительно выдавалось. И, соответственно, я думаю, что если каких-то препятствий нет, суд вправе признать право собственности за заявителем на этот земельный участок. Поскольку какие-то, я так понимаю, уже отказ получен и какие-то иные основания для государственной регистрации на сегодняшний день отсутствуют. Если регистрируется право жилье в новостройке, вот здесь есть какие-то подводные камни, на что нужно обращать внимание? Потому что, наверное, когда квартира уже, так скажем, уже не имеет собственника и очуждает ее собственник. А вот здесь, когда нет никаких собственников, никакой, собственно говоря, информации, вот на что нужно? Здесь, я так понимаю, прежде всего речь идет, конечно, о долевом участии в строительстве. Потому что это очень такая больная тема, и кажется, что вот прям на воду нужно дуть, чтобы где-то как-то что-то не произошло. Ну, на самом деле, здесь самое главное, чтобы застройщик, с которым вы заключаете договор долевого участия в строительстве, имел весь перечень документов. О наличии такого перечня свидетельствует факт регистрации договоров. То есть, если застройщик при заключении договора говорит о необходимости регистрации, что договоры, регистрация, вернее, этих договоров осуществляется, то, соответственно, можно говорить о том, что управление Росреестра при регистрации первого договора уже были проверены, в общем-то, сведения о наличии всех документов на регистрацию. Вот, поэтому вот я бы не рекомендовал, я так знаю, существует практика, когда заключают там какие-то предварительные договоры и так далее, застройщикам, которые осуществляют строительство, то здесь, конечно, определенные риски существуют. Потому что только зарегистрированный договор долевого участия в строительстве дает определенные гарантии дольщику. Да. Ну, вот мы часто говорим, что страдают от мошенничества покупатели, которые какую-то вот такую квартиру или жилье или что-то приобретают нечистое, так скажем. Ну, и продавцы, наверное, тоже могут страдать от мошенничества, потому что всегда есть две стороны. Ну, понятно. А вот им на что обращать внимание при продаже недвижимости и при оформлении права? Ну, на самом деле продавцу здесь несколько проще, потому что если речь идет о добросовестном правообладателе, то как бы он за себя все понимает. И его основная задача – это получить денежные средства, обусловленные договором. В общем-то, вот, наверное, это основное, на что он должен обратить внимание. И не идти на поводу, когда там пытаются занизить стоимость квартиры и так далее. То есть потому что впоследствии эта сделка будет, например, каким-то образом оспорена, то для судебного органа, где будет оспариваться эта сделка, иметь значение будет та сумма, которая определена в договоре. Поэтому, вот, наверное, для собственника, который отчуждает квартиру, необходимо более внимательно подходить к этим вопросам. Вы назвали несколько вариантов, где можно вот зарегистрировать права на жилье и так далее. А какая разница, вот идти в МФЦ, в управление или еще куда-то? Вот какая между... что выбрать, в каких случаях? Какой организации? На самом деле разницы никакой нету, где вам удобнее, туда вы идете и подаете заявление. Это поскольку не влияет ни на сроки проведения государственной регистрации, ни... А вот вы говорили, в МФЦ все-таки короче. Это речь идет о получении выписки. Дело в том, что если речь идет о государственной регистрации, то на сегодняшний день, кстати, у нас установлен сокращенный срок, то есть регистрация прав осуществляется в течение 7 рабочих дней, и независимо от того, где будут поданы документы в МФЦ, либо непосредственно в управление Росреестра, срок будет соблюден в течение 7-дневный. И более того, сам процесс регистрации осуществляется в любом случае специалистами управления Росреестра, государственными регистраторами. В МФЦ осуществляется лишь прием документов и их передача для проведения правовой экспертизы, проведения регистрации уже к нам в управление Росреестра. Вот вы озвучили чуть ранее информацию о выписках, но выписка из ЕГРП, это уже всем известная такая процедура. И вторая выписка не менее важная. Вот я хочу, чтобы вы повторили эту информацию. А выписка? Да, потому что она тоже влияет. А регистрация перехода права собственности, также вы можете получить ее как в электронном виде, так и непосредственно в ФНЦ, в кадастровой палате, в управлении Росреестра по Самарской области. То есть процесс представления как выписки об объекте, так и о переходе прав абсолютно идентичный. Да, понятно. Еще в конце программы хочу попросить вас повторить телефон, по которому к вам можно обращаться в случае вот таких вот ситуаций. 339-17-20 339-17-20. Спасибо большое за то, что пришли. Дали очень ценную информацию, потому что все мы знаем, что это очень важно и чревато разными моментами. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok